Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы продолжаем путешествие вглубь веков к удивительным православным иконам. В предыдущей передаче мы начали разговор о самых древних деревянных иконах. Мы говорили о том, чем они отличаются от икон мозаичных. А сегодня мы познакомимся еще с одним очень древним образом из Синайского монастыря. Это образ апостола Петра. Это необычная икона. И не только тем, что ей много веков. При первом взгляде на нее может показаться, что это не лик святого, а портрет, который написан в манере живописи того времени. Но в этом и заключается ее тайна. И эту тайну мы попытаемся сегодня разгадать. Живописный реалистический характер этой иконы объясняется отчасти тем, что в те давние времена еще не было строгих иконописных правил. Символический язык икон только начинал складываться. Но все же это не простой портрет человека, а икона святого. И сейчас мы с вами вместе в этом убедимся. Святой апостол изображен по пояс. В левой руке он держит золотой посох с крестом. Этот символ имеет двойное значение. Как мы знаем, посох изображают на иконах святителей. Он означает духовную власть, которую Господь Иисус Христос даровал апостолам, а после них – святителям. Но, с другой стороны, крест на посохе говорит о тех мучениях, которые перенес апостол Петр за Христа. А в правой руке он держит ключи. Это символические ключи от Царства Небесного. Они напоминают нам слова Господа к святому апостолу Петру – «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». Давайте, друзья, обратим внимание, на каком месте иконы останавливается наш взгляд. Да, на лике. Это достигается тем, что лик выписан наиболее подробно, со множеством мелких деталей. Остальные части иконы, одежда и фон, выполнены крупными мазками, схематически. Этот иконописный прием мы уже знаем. Теперь посмотрим на фон. Там нет ни пейзажа, ни каких-то других мелких подробностей, как на картине. Видна только полукруглая украшенная ниша, которая напоминает алтарь храма. Эта деталь сразу подчеркивает, что перед нами святой. Об этом же говорит и нимб вокруг головы. Но это еще не все. Вы, конечно, уже заметили три круглых изображения в верхней части иконы. Такие круги, друзья, называются медальоны. Так вот, в этих медальонах мы видим в центре Спасителя, справа – Божью Матерь, а слева – апостола Иоанна Богослова. Интересно, что у них нет нимбов. Только Спаситель изображен на фоне Большого Белого Креста. Дело в том, дорогие друзья, что нимб здесь заменяет собой сам круг медальона. Все это – иконописные приемы. Но почему же тогда эта икона все-таки похожа на портрет? Почему апостол Петр изображен как бы сам по себе? Почему он не смотрит на нас? Его взор ускользает от нас и созерцает что-то неведомое. Дело в том, что икона эта была написана в то время, когда множество неверующих людей приходило в церковь. И этот образ был направлен к ним. Он изображает апостола Петра как достоверного свидетеля жизни Спасителя. Ведь апостол Петр – его ближайший ученик. Он – свидетель истинности православной веры. В этом и заключается тайна этой иконы, очень похожая на портрет. А сейчас время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами должны запомнить, что эта необычная икона апостола Петра находится в Синайском монастыре святой Екатерины. Я с вами прощаюсь, дорогие мальчики и девочки. Но впереди у нас еще множество удивительных путешествий. До новых встреч, друзья! И храни вас всех Господь! Синайском монастыре святой Екатерины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова